Как никто заинтересован в сухой погоде, жители дома номер 216 по улице Советской Армии. Стоит пройти дождю и машины придется либо ставить в грязь, либо бросать прямо на дороге. Максим Дегтярев рассказывает, оборудованная парковка для местных автомобилистов манна небесная. Парковаться лучше будет, грязи, пыли не будет такой во дворе. В большом просторном дворе ежедневно стоят десятки машин, автомобили жителей и посетителей детской поликлиники, расположенной в соседнем здании. Чтобы поставить на этом участке машину, особенно с низкой посадкой, нужно быть ювелиром. Чуть вправо, чуть влево и можно сесть на брюхо. Новое покрытие ровное и плотное. Вон даже каблуки не проваливаются. С предложением оборудовать стоянку жители обратились в общественный совет. Здесь, в микрорайоне Лесной, люди к своим дворам относятся с трепетом и сами стараются их благоустраивать. Лебедь, прямо перед моими окнами. Там, значит, кораблик плывет веселый. Жених с невестой стоят. А вот там бельфинчики у нас. Это мы облагораживаем, благоустраиваем. На просьбу жителей помочь со стоянкой общественники откликнулись. Более того, решили привести в порядок весь двор. Работы здесь начались три недели назад. Облагоустроили спортивную площадку, установили футбольные ворота, покосили траву, покрасили малое октябрьное строение. Я думаю, что на этом мы не будем останавливаться. Запланировано в другом дворе сделать точно такую же парковку, внутриквартальные дороги, посадка деревьев. Хотим посадить новые деревья, цветы насадить. Лучше слышать жителей помогает реформа местного самоуправления. Для решения проблем конкретных территорий сформированы общественные советы микрорайонов. Они помогают выстроить конструктивный диалог между жителями и властью. Следующим шагом станут выборы в районные советы депутатов. Сформировать команду единомышленников, которая будет работать на благо города, жителям предстоит 13 сентября. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.